Будь это микробиология почвы, например, если вы хотите узнать, где у вас непосредственно поле находится плодная подошва. Все мы понимаем, что по-разному можно делать обработку почвы, можно делать правильно, а можно делать так, как в основном получается у механизатора. Мы можем составлять так же при картировании полей с помощью автоматического пенетрометра, это показывает, где у вас почва уплотнена, где вам нужно делать то же самое щелевание, где же работать глубоко распушивающим, или же где у вас все нормально по плотности почвы, причем это будет по слоям, по 10 см до 60 см, такие карты. Мы можем делать так же анализ почвы по всем показателям, так называемый анализ грито-хелф, который позволяет определить агрохимические анализы почвы, физику почвы, сделать прикопки обязательно на почве, определить глубину залегания плодной подошвы или гран-состав, определить основные векторы работы по агротехнике и, соответственно, определить биологический состав почвы. Соответственно, этот вид анализа позволяет точно уже определить, в чем проблема. Конечно, что в агрохимическом, в основном, скажем, проблема, все мы понимаем, это влага почвы, а дальше, снова же таки, делая физику почвы, есть возможность у нас докопаться, как мы обработать почву так, чтобы она больше сохраняла влаги и лучше обеспечивала соединение верхней и нижней влаги, соответственно, лучшие условия жизни наших растений, которые дают нам урожай и, соответственно, дают нам возможность вести бизнес на данных территориях. Теперь поговорим о делах насущных. Слайд, количество влаги в метровом слое. Скажите, где кто из вас, аналит, наличие влаги в метровом слое? Мы планируем. Вы сейчас планируете семинар, планируете удобрение, планируете технику, планируете гигначистические карты. Как делать эти карты без наличия влаги в метровом слое? То есть есть до 20 сантиметров, есть до 100 сантиметров в метровом слое, есть потребность воды подзолнечных от сходов до начала цветения. Что это нам дает? Просто посмотрели сюда. Нет. В наших условиях, в нашем регионе, сейчас количество в миллиметров в метровом слое колеблется от 35 до 50-50, максимум 60, больше нет. Это нам проводило анализы севернодонецких лабораторий, которые делают анализы почки. Значит, уменьшение нормы высшего семян. Если мы накопим до конца зимы 70-80 миллиметров, может быть 100, ну а деситы при наличии меньше 70 миллиметров в метров слое подсолнечник вообще не сидит. Уменьшение нормы высева, если у нас будет такое количество влаги, высота влага зимы, все, что будет накопляться апрель, май, месяц, то все будет смачивать слой 10 сантиметров. Воливая система все стоит внизу. 30, 40, 50 за километр. Что? Норма высева? Не за 60, не за 55, даже может быть за 50 тысяч, речь не может быть вообще. 45, 50, в условиях, если правильно сделать иностранку. И сроки посева. Срок посева для ранних гибридов, он набирает температуру от 1600 до 1800 эффективных сумм температуры, начинает зацветать. Средние, 2,30, поздние, 2,200, 2,14. И скажите, давайте поддискуссировать. Когда все-таки лучше посеять на солнце? Когда он будет брать влагу на протяжении 2,5-3 месяца или он будет влагу брать на протяжении 45 или 45-70? Как вы думаете? Лучше посеять поздно, но бороться за влагу, чтобы получить спор. Или посеять рано и ждать, что он будет брать влагу на протяжении 70 дней? Чтобы сидеть. Надо подумать, да? Следующий момент. Осенней влаги нам не хватило, зимней влаги не хватило. В мае месяц заливают дожди. Были такие моменты? В мае месяц, конец мая месяца, июнь месяц. Четыре пары, пять пар месяцев. Видят дождь. Подсолнечник свою корневую систему полностью располагает над поверхностью почвы. И получается, так сказать, ненавышим термином ленивая корневая система. Потом идет повышение температуры. Подсолнечник не наливает шляп, мы не получаем массу тысячи семян, мы не получаем урожай. Что происходит в этом моменте? Обработка норайза на счет брасинолитов 0,8 литра толкнет корневую систему, заставит ее укорениться в разнообразных условиях вниз. Если вы это не проигнорируете, приезжайте на поле, смотрите. Подсолнечник стоит шикарный, зеленый, дождей. Эта штука стоит, я не могу сказать, сколько она стоит, у нас это не дорого. Это будет 100% результат, если убор ее отработать. Хотел бы так обратить внимание. Следующий момент – почвенный грибецид. Здесь есть простую задачу, работая почвенный грибецид. Что мы хотим получить от почвенного грибецид? Как мы выбираем почвенный грибецид? То есть, стойкость промывания. Раз, контроль, плосанные вредители у нас сами. Лопота, чирица, амброзия, немножко звака. И цена. Вопросы. Как можно уменьшить фидотоксичность? Ацетоплод, пропизофлод. Любые продукты берем. От всех будет по-другому фидотоксичность. Пройдет дождь – будет фидотоксичность. Как уменьшить фидотоксичность? Есть ли у меня фидотоксичность? Сто процентов. Можно еще в рекомендации в свечном носить после дождя. Если мы видим, что впереди ливень, подождали ливень, прошел. Не спи, сделали легкое оборонование или не сделали. Но это так на 2 года. Ливень прошел, не прошел. Получили всходы, уже опоздали с почвами. Дальше начинаются вопросы. Давайте челленджер, давайте рейсер, ресторан. Это все в этом. Наше решение – мультимастер. Пол-литра на гектар мультимастер, как цвета хлора, пропизофлора, неважно полный гербицид. Удержит его верхним слоем. Не даст промываться. Гербицид опускается вниз в кормовую зону подсолнечника, в подсолнечник стандарт. Сколько вы тратите на почву гербицид? 30, 40, 50 долларов. Монолог мне общается. 50 на долларов. 40 долларов. 40. 40, 10 долларов. Мне как-то это хватит 6 долларов. Вопрос. Сколько выделяете почвенный гербицид, если он не сработал или промываться? 200, 300, 400 долларов. 800 долларов вектора. Можете потерять 60 долларов? Редко. Мультимастер вас перестрахует. 100%. Добавлять ему почву? Почвенный гербицид пол-литра на листах, он удержит ваш гербицид в верхнем слое. Какая особенность от других одионов? Он еще не пропускает ультрафиолетов. Почвенный гербицид. Крути не крути, а ультрафиолетов тоже распадает. Мультимастер делает только его удерживает. Правильно, промывание его удерживает. Он его удерживает, чтобы не промывался нижний слой. Держивает, да? Это опыты. Картинок можно накидать. Разных всяких. То есть с мультимастера, без мультимастера, контроль. Тут даже небольшая пиротоксичность. И есть еще у нас бельгийская компания Турхин, которая дает нам возможность пользоваться проманом. Проман – это метапроморуд. Новая ТВ. В этом году мы его испытывали. Особенность промана – он контролирует 100% умность. Может пропустить немного злаков, может пропустить лавадук. Но отличная реактивация. И в ректор гей стоит не пленочка, не экран, как мы ее называем. Он работает через корень. Препарат попадает в почву, и через корень поглощается, и репарат погибает. Опять же, он не фитотоксичный. Был когда-то вставлен трюни-бородатый препарат продуктов. Вы помните, если через полтора-полчаса его не заделали, то ему же дело не сработало. Но он никогда не был токсичный для подсолнечника. Он не был никогда токсичный на нут. Проман – то же самое. То есть он не летит, как трюбот, но он не токсичный. Это бета-аромизм. У нас здесь присутствующие люди в конце сидят. То есть вносили мы проман на нут. Посев был где-то в числа 26-28 марта. Вносили продукт 7-8 апреля. Это уже сходы. То есть чистые. Сходы через три недели. Чистые. Амброзию. Местами уже начал поскакивать амброзии. Осень, дождя. То есть в начале мая были осадки. У кого 70 мм. У кого 40 мм. У кого 30 мм. Осадки были. То есть славеактивация. Продукт поглощался растениями, славеактивация. Такие осадки были. Это уже через 2 месяца. И неделю после меси. Видим, что были шикарные осадки. Но. Ну. Первый, кто начинает. Страдать от фитотоксичности. Внести рейсель. Внести пропанит. Внести еще какие-то продукты. Это моментально отбили. То есть чуть лишних осадков. После промана. Проман не промылся и остался вверх. То есть он остался живой. Это уже через полтора месяца после меси. Подсолнечник. Тоже после сильных осадков. Промылся немножко. Но. Питатоксичности. На подсолнечник нет. Амброзии нет. Была лобода. Была плоскуха. То есть проблемы были. Но. Если мы намешаем не загар. Намешаем ацетаху. Намешаем еще что-то. Такого подсолнечника при таких осадках не будет. Он просто загнется и вы не получите ацетах. Такие фотографии. Это уже авторик. Верхняя Каменская. Александр Иванович. То есть все стояло чисто. Это самое. Я не знаю. Это авторик. Это авторик. Следующий вопрос. Следующий вопрос. О котором кто бы говорил. Мы дали удобрение. Вы купили рассопер. Мы потравили семена. Вы посеяли водное селье. Все шикарно. Накосили 15 лет. Кто виноват? Рассопер. Камбариня виноват. Еще кто-то виноват. Где он там много поселил? Болезни подсолнечника. Четыре основных таких капельчика, которые у нас есть. То есть у нас просто на постели. На начальных стадиях альтернолиоз и альтернолиоз. Которые приносят незначительный ущерб. Есть ложное мущество раста. Это бывает раз, два, три, четыре года. И все это больше связано с устойчивостью гибридов. С подтоплением гибридов. То есть ложное мущество раста. Все находятся на поверхности почек. Находятся в пожирных остатках. Развиваются при низких температурах. Большой влажности. Жавчина. Такой небольшой пич. Который может снять 100% урожая. На последние 20 минут. И много болезней для нас. Хотя бы на нее обратить внимание. Это угольная или пепельная дни. Небольшой такой. Нарочка после альтернолиоза. И вы думаете ничего. Не берите супер ультрадорогие препараты. Простые. Карбинозимы. Теофанатметил. Смесит бутриофола. Эпоксикаразол. Или может быть. Временные продукты. Смесистые расходы. Дают такой вот эффект. Это 4 дня после несения. Вы видите вот. Повреждение болезни. И дальше болезнь распространяется. На желтый клет. Этот же. То есть это же болезнь. Смесение в террасоле. Вот помог. Два раза быстрее затянуть продукт. Волутрь. Это концентрировано на кислоте. И сразу же моментально его залечить. Это мы закладывали опыты. Довольные ставки. Вносили линейку куницида на подсолнечник. Добавляли террасол. Добавляли blackjack. Смешивали террасол с blackjack. Blackjack это алюминовые пульмокислоты. Ироническое вещество. Террасол это аминокислоты. И получили такие результаты. То есть. Импакт H. Простой карбинозим. Утреофол. На его фоне мы получили пробавку чистого импакта. Полцепендира. Импакт с blackjack. С террасолом и террасол квадрат. Получили пробавку 1,30 кг. Импакт чистый. На контроле. Урожайность. Все это закладывалось по 2,5 г. На некоторых участках было по 4 г. Меньше 40 г. 44 г. 43 г. 41 г. И что хотел бы отметить в дальнейшем. Все таки если работаем аминоксидом. Подбираем количество диабетов. Либо нет. Либо его очень маленькое соотношение азотов. Почему? Дальнейшим поясним. Ржавчина. Как называется ржавчина? Она полностью находится на пожарных остатках. Вначале она стреляет теоспорами. Потом мы этого все не видим в процессе. Когда повышается температура. Кидает там 2, 3, 5 точек на растение. Мы это все игнорируем. Идет повышение температуры. Идет сухая ветряная погода. В капсулах ржавчина летит до 10 км. За 2 недели у нас откидывает полностью растение. Было такое. Было долго. И мы получаем 8, 10, 15 мин. Биологическая эффективность применения функций. Общаясь с акулом Александром Юрьевичем. Это знаменитый фитопатолог. Института имени Каразина. Он общается с паршнерами штатов. И дослеживает каждый из... Он не огромном. Он в поле никогда не был. Он муколовный. Он берет грибы. Он берет инфекции. И тестирует на них действие разных групп веществ. Кто? Это отелянки. Эффективность нацинка против ржавчины грибов. Контроль. Пропиконазол. Противоконазол. Тебуконазол. Метуконазол. Противоконазол. Тебуконазол. Отпострадили с вами информацию. Авоксистробин. Биеракластробин. Баскалит. Мы сгодим, что смесь противоконазола с тебуконазолом 76%. Тебуконазола число 68%. Противоконазол. Противоконазол. Один из самых мягких азолов. Примерно 76%. Здесь 84%. Сводка. Информация. Преполит в дальнейшем используем. Ну и устойчивая гибрида. Каждые компании вводят устойчивые гибриды к ржавчинам. Это неустойчивые гибриды, это устойчивые. СМ1-1. Четкое видно. Вот они рядки устойчивого гибридов. Вот они рядки неустойчивого гибридов. И ложный муссистый ассорт. Будет, не будет, но повреждение в двух случаях будет. Чем вы вборете в сторону муссистой ассорт? Таносом, скажем. Мы подбираем. А с ней пороси, господин? Почему? Потому что нецелесорбанно. Сколько стоит танос? Таносом не уберешь. Хорошо. Ложный муссистый гриб. Чем убираются? Ничего. Чем убирают овощники? По спитам. На огурцах, на помидорах. Ложный муссистый ассорт убирают по спитам. Как работают по спитам? Они нарушают обмен веществ в рыбах. И плюс заставляют растение выработать природный иммунитет. Это все овощники прекрасно знают. Есть опыль. Подъявите, кто работает на гиналитике. Если маскарус его зацепит, это можно спасти, который... Хорошо. Хорошо. Вы видите перенобороз? Когда приходите на поле, у вас поле нет. Вы видите перенобороз? Вы его видите в начале, кстати? Ну почему? Видно работает. Видно работает. Видно работает. Видно работает. И следующий вопрос, на который я хотел бы обратить внимание. На карнивале, вольное, не перед солнечным. Эта тема всплывала буквально 2, 3, 4 года назад от вас она всплывала. Все это как-то игнорировалось, переходилось в какие-то там смешки. Отрицалось. 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 Отрицалось наукой. Теперь уже научно доказано, общаясь с метопатологами, 100% подсолнечников в нашем регионе поражаются угольной ниткой. Что это такое? Это гриб макропаминов. Он полностью живет в почве. То есть, продержание всего оборота от него не спасают, потому что он сохраняется больше 10 лет. Через 10% никто на сеть не будет. Заворивание подлинных остатков тоже не работает, потому что в почве находится. Какие-то там распространения вредителями тоже не работают. Как их поражают. То есть, под действием корнических выделений подсолнечника он поселяется в прикорневой зоне растения и дальше двигается по оксилене вверх, при этом забивая сосуды. Чем это гриб коварит? Тем, что мы его не видим. Растение зеленое, стебель зеленый. Внизу полинхима, все сосуды, под микроскопом осмотрим, все чистенькое, ничего не видно. Но, при наступлении высоких температур, когда он здесь блокирует, то есть это слайд Александра Юрьевича Акула. Это его слайд, он его показывал не раз. Он показывал на примере наэтажного станка. Когда будут перебои с водой, то здесь на первом этаже будет хороший набор, здесь как-то так себе, а здесь люди будут сидеть без воды. Водля какая подача. Хорошо. Правильно вы сказали. Водля какая подача. Если будет влажный рост, вы этой проблеме не заметите никогда. Если только будут перебои с водой, у вас корзинка зеленая, стебель зеленый, а семянка 5%, 6%, 8%. Это биология подсолнечника, что такое есть. Никогда подсолнечник, здоровое растение, не высохнет за 10 дней. Вы согласны? Мы получаем натуру 330-350. При этом все, мы не понимаем в чем дело. Задуло, не было осад. Но здесь гриб забил, и здесь мы получили снижение. То есть выражение здесь, проблема здесь, и проблема в мае месяце, июнь месяц, а результат уже конец августа. Как с ней бороться? То есть ни один из системных функций, никто не двигается вниз. Селекция, генетика, люди только над этим занимаются, выходят, как-то двигаются. То есть это проблема новая, только изучают. Максимум, что он может сделать, взять препараты, ну это вот повреждения, которые можно видеть в невооруженном блоке. Ну это препараты, когда умер и приходит, что болел на ночь. Что он может сделать, это взять системные продукты на основе, там, карбиназина, или, к примеру, у тебя фанат метил, или динамин, которые долго держатся в одном месте. Особенность этих продуктов, они попали в растения и вверх не двигаются. И, как говорит Оксана Юрьевич, опять же, смесь противополазола с баскалидом, то есть такие продукты. Страбилуэйны или там новые продукты сделать чай, в этом варианте работать не будет вообще. То есть, мы знаем, кто есть проблема, берем самый дешевый, там, карбиназин, смесь из чем-то, отмешиваем и работаем на каждый день. Хотя бы как-то себя предупредить. Проклад. Проклад. Оно там есть, мы его не уберем ни кое-что. Хотя бы защитить за профилактически. И следующий момент. Как работает фуницидер? Вы все работаете фуницидерами по подсолнечникам. Сколько процентов работает ваш фуницидер? Если взять процент. А где у вас на процент, на 70, на 50? Фуницид за 50 долларов или фуницид за 10? Вы уверены, что вы платите деньги за этот продукт? Мультимастер смачивает полностью весь листовой фуницидер. Проходите, когда они по подсолнечникам стоят. В базе бутонизации после отрезки. Там капля, там капля, там капля. Мультимастер полностью затягивает. Опять же, мы не подъем, мы делимся. Кто скажет, что это за поражение? Часто вы там проскакивали в дом, вы там. Ветер, когда листья, это четвертая пара, может быть там вторая пара. Это же подсолнечник, начало светения. Нет. Клещи. Кто находил клещи на подсолнечнике? Сколько такой подсолнечник даст лежать на угрожай? Я думаю, процентов 10-15 снизу. Вот так выглядят яйца. Те, которые есть, те, которые будут лупиться. Вот это черненькие, которые стерильные. Вот так вот выглядит сам клей, где-то тут. Видите, вот. Да, кстати, фотография Махмута. Вот так выглядит печень. Как с ним бороться? Фуницид может подмешать. Ветер, ай, бифинтрин. Он клеща не уберет, но немножко стерилизирует ягод. Спора поработает экзомайстом, полдит за шермом. То есть, надо понимать проблему, понимать, как с ним бороться. И не аднарировать. Оно выглядит как простое заболевание. Альтернарный остров. Куча продавцов, куча менеджеров приедет. 18 болезней, ни одно не заходит. А как его убить? Под микроскоп. Под микроскоп. То есть, там небольшие полки. Проблема тоже есть. Так. К этому пропустим. Время у вас ими занимает платы. Опять же, были повреждения платы? Как работали? То есть, опять же, благодаря компании «Фары» мы начали смешать продукты. Мы взяли системный препарат «Эстомитры». Смешали его с контактным. Сняли с галатрином в городе. Мы получили продукт «Инстрайк». Аналогов на рынке нет. Он идет полностью безопасный для обчета. Аналог есть. И на «Зума» сами так. И есть же также «Гелеток». «Гелеток» – это 1 РЛТ, который может работать до цветения. Но если большие отдельные цветки – «Инстрайк». Так этот продукт очень хорошо будет для родцевиков. Те, которые работают по бутонам «Конекта», «Энджио», может быть накопление некотиноидов, которые в Европе запрещены. Именно уже семена. В Европе даже протравка запрещена. Продукты, такие как «Энджио», «Конект». Если будут какие-то вопросы про экспорт, и не дай бог найдут там 0,0,0% каких-то некотиноидов, будут проблемы с экспортом. «Инстрайк», «Астомитры», «Безопасный капчел», он, наверное, не остается в семенах. И «Гелеток» на простой территории. И все-таки вернемся к теме «Начало Себы». Когда сейф подсолнечник? Историю? Давайте покомментируем, поговорим, поговорим. Последний гвард слайд, говорю, кто как она любит сейф подсолнечник? Одни сейф в конце мая, говорят классно. Други сейф в начале апреля, говорят классно. Почему? Провел такую небольшую работу, подкал немножко времени, и хотел бы с ними вам поделиться с вами. Может плохо видно? Сейчас. Сейчас. Это средние температуры за пять лет по метеостанциям по нашему региону. В частности, я отбирал барбакную. Барбакную метеостанцию, Барбакную метеостанцию, Барбакную метеостанцию, где-то еще и собрал барбакную. Примерно средние по региону. Года 19, 18, 17, 17, 15. Июнь, июль, август. Четко видно. Из года в год. Здесь окно, понижение температуры. Все видно? Понимаете вообще суть? Всего этого эксперимента. Следующее окно. Здесь, в начале июля, перед уборкой идет понижение температуры. Здесь, за исключением 16-го года, до 40 градусов, до температуры, идет скачок. И вот тут вот окно. Пролистаем. Что это дает? Мы все им подсолнечники, мы примерно понимаем, мы замечаем, есть семейные компании, еврались, лима грейн, цингент, задача менеджера цингент, или задача менеджера лима грейна, и проехать хозяйство, и сказать, вот такой гибрид покупатель. Задача его, как я имею, надо только приехать и сказать, что в вашем районе гибрид тому, 55-50, если вы посеете 1-го мая, он у вас зацветет 16-го июля. Ваша задача, чтобы он не тут зацвет, потому что здесь будет стерильный от кольца, не будет окрыли. Он зацвет здесь, или здесь, или здесь. Предугадать. Если вы посеете раньше, например, начало апреля, сосед начал сеять, надо сеять, он зацветет как раз здесь, в гибриде. Ранние гибриды, поздние гибриды, по-разному идти, вы должны это понимать. А если здесь зацветет, это будет 100% рим. А если он зацветет здесь, 5-го, 7-го, 8-го июля, а наливаться будет здесь. Это будет 100% рим. Осадки. Все температуры, которые разорвали к осадке. Средние осадки за 5 лет. Опять же, в начале июня, что-то капает, в конце июня, 2-3 мм, 4 мм. Постоянно, вот здесь есть. Потом, начало июля, опять, 3-5 мм, что-то выпадает. Потом промежуток, такой без дождей, кроме, 15-е немножко было, и 18-е немножко было. И в конце июля, перед тем, как начинали сеять рам, по-любому, что-то выпадало. 20 мм, 10 мм, 5 мм. Эти дожди, мы уже не сможем. Они бывают, как правило, выборочно, у кого прошел, кто какой маршрут, кто какие грехи имеют перед домом. Дон, мы должны, что-то здесь затверд, а здесь налился. Мы должны понимать. Если сожрать все вместе, сроки посева, удобрения, положить на правильную глубину, на 7, на 8, на 10 мм. Побороться с угольной гнилью. Убрать еще хотел бы момент показатель. Кто из вас работает по такому родителям, шипановской подсолнечникам? Мы экран держим. Шипановская подсолнечник. Мы экран держим. Повторите. Мы держим экран. Три обработки проводим. Три обработки проводим. Три обработки. Пожалуйста. Сколько остирает? Одна шипановская. Немножечко гормонь уже скажу. Она полностью зимует в противных остатках. С противных остатков она начинает с огнетки в конце апреля. Диакция начинает от банок, в середине мая и до конца июля. Одна особа складывает от 30 до 50 яиц. Скажите, пожалуйста, если она отложит 2, 3, 4 личинки в один порцовочек, порог предоносности 15 личинок должно расти. Это бред. Если даже 2-3 личинки на то растение перебьют сосуды, по которым идут вода в корзинке, какое будет стяжение урожалости? Навязалось. Андрей Николаевич, если с вами убежал. Двольный человек вызывал. Приедет, посмотрим. Приезжает. Посеянный синген. То ли аризоны, то ли доскала. Размещение классное. Корзинка выпутана. Срединка выпутана. Края выпутаны. Все шикарно. Сколько здесь кашу? Примерно там 20 тысяч в комбайне. Размещение. 30. 18. Почему? Идем за комбайном. Полностью все идет. Идем в поле. Смотрим. Режем. Если находим хоть малейшее черное петло. Или одну две личинки находим. То корзинки. Сердинка выпутана. Края выпутана. Такие вот языки. Залысим. Их дальше. Вот пустое. Опять же. 2 тысячи. 2 тысячи. 2 тысячи. 2 тысячи. 2 тысячи. И еще там что-то. И в итоге. Одна. Операция. Которая стоит 5 долларов. Друзья. Колее. В принципе. Я желаю вам. Чтобы вы с умом. Сюда просили мнение. Получали от этого. Кайф. Презультат. В принципе. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь на наш канал. Изfr Продолжение следует...